Всем привет! Сегодня я без макияжа, это значит, что мы будем краситься вместе, точнее краситься буду я, но вы будете управлять моим макияжем. Несколько дней тому назад в своем инстаграме я устроила небольшое голосование, где вы могли выбирать те средства, которые я сегодня буду тестировать. То есть я показала какие-то новинки или то, что у меня есть, и спросила, что вы хотите посмотреть в нанесении. Открываю свой инстаграм, смотрю итоги голосования и крашусь. Первое это тональный крем, 60% проголосовала за вот этот от Rimmel, ни один из них я не пробовала, но очень надеялась, что выиграет вот этот. Почему-то от Luxe Visage мне хотелось попробовать чуть больше. Ну раз вы так решили, давайте будем пользоваться вот этим. Это относительно новое тональное средство от марки Rimmel, оно обещает среднюю плотность покрытия, стойкость до 25 часов. И что тут еще? И он как бы дышит на коже. И вот то, что я видела в магазине, нет, ты капни мне на штаны, зараза. Учитывайте этот момент, особенно то, что это тональное средство довольно жидкое. Вообще тональный у Rimmel очень классный, он наверное будет каким-то тоненьким. Спиртом не пахнет. Так, и вот видите, одного раза недостаточно для того, чтобы нанести на все лицо, или это Яна бабахала столько. Короче, щедро намазываюсь. Не знаю, зачем столько. Беру кисточку от Elf и начинаю распределять. Ух ты! Просто два счета. Мне кажется, что он немножко потемнел, где-то на полтона. Лишь бы не больше. А то мне сегодня еще так ходить полдня. Скажу сразу, до среднего покрытия ему, конечно, далеко. Скорее, это легкое, что-то такое увлажняющее в стиле BB крема. Кожа очень комфортная, а осенью и зимой это особенно актуально. Если у вас нет каких-то серьезных несовершенств, если вы не любите такую, знаете, шпаклевку, то очень достойное тональное средство, и его не видно на коже. Серьезно, он очень красиво оседает. Точнее, не оседает. Он как бы растворяется в коже, как я люблю говорить. И я думаю, что его можно распределять даже при помощи рук. Я бы не использовала бьюти-блендер, потому что он просто будет съедать этот тон. А так, ну я же вам говорила, что у Риммель хорошее тональное средство. Если хотите поплотнее, то с красной крышечкой. Такой очень плотненький, очень хороший и стойкий тон. Оттенок 100 прекрасно мне подходит. Он как бы подстроился. И да, мне кажется, что на сегодня этого более чем достаточно. Дальше консилеры. У меня есть два, о которых я рассказывала, но не показывала в нанесении. Это Maybelline и Gouche. И вы хотели посмотреть вот этот Fit Me. Это один из моих любимых консилеров со средней плотностью покрытия. Он увлажняет, он не особо скатывается в морщинки, не подчеркивает их. У меня довольно темный оттенок 0,20 или 20, но он есть посветлее. Я люблю такие желтенькие и не особо высветляющие, знаете. Могут быть со светоотражающими частичками, но главное, чтобы оттенок не был слишком светлым. Снова я так много нанесла. Что-то я сегодня так перебарщиваю. Возьму свой спонж от Vivo. Он классный и бюджетный. Решила показать также какие-то более доступные средства, которые я реально люблю, которыми пользуюсь. И вот так распределяю под глазками. Он, конечно, жестче, чем бьюти-блендер, но могу вам его советовать даже в качестве замены спонжа от Real Techniques. Он совсем недорогой. Марка Vivo представлена в интернет-магазине Makeup.ua. Ссылки на все средства, которые я сегодня буду использовать, я, как обычно, оставлю в инфобоксе. Девочки, живущие в Украине, очень часто покупают что-то там по моей рекомендации. Но также есть Makeup Store, который доставляет в Россию, и Makeup L, который отправляет на территории Польши. Помните об этом? Вот. И всю информацию я оставлю внизу. Там не только бюджетная косметика, но также и люксовая, и профессиональный уход. Всякие такие сложно доступные марки, в том числе и польская продукция. Все вы найдете там, в одном месте. Это тоже очень удобно. Вот. И с доставкой у них никогда нет никаких проблем. С сервисом тоже. Вот консилер. Что-то у меня сегодня больше впадины. Нет? Я мало сплю в последнее время, наверное, поэтому. Не хочу я больше никуда наносить консилер. Пусть кожа остается такой живой, настоящей. Мне нравится то, что я вижу в зеркале. Ну, в смысле, я говорю о тональном креме и консилере. Также я просила вас выбрать хайлайтер для меня. У меня есть вот такой прессованный от марки Эстраде и кремовый от марки Вивьен Сабо. Вот этот очень хороший. Если имеете доступ к этому бренду, то однозначно присмотритесь. Вот эта новинка от Вивьен Сабо очень многим полюбилась. Мне самой не терпится ее попробовать. Это кремовый хайлайтер в оттенке 01. Ой, здесь такой большой объем. Слушайте, мазаться, не перемазаться. Такая нежная душка и очень красивый цвет. Ну да, он мне как бы светловат. Если у вас такой желтоватый подтон кожи, как у меня, особенно сейчас после лета, то на вас он будет смотреться так же. Мне нравится что-то более ванильное. А вообще сама по себе текстура очень приятная. В нем нет никаких блесток. На таких светленьких девочках, скорее всего, этот хайлайтер будет смотреться красивее. Но лично мне все нравилось больше до нанесения этой штуки. Теперь пудра с небольшим отрывом победила вот эта от Rimmel. Я не знаю, то ли потому, что вы все ее знаете и любите, то ли потому, что вы так же, как я, никогда не пользовались ею. Она на самом деле является одной из самых популярных в масс-маркете. Но я, как самый неответственный блогер, никогда ею не пользовалась. Странная ситуация. Ну а вот эта от марки L'Oréal, она действительно очень хорошо матирует кожу. Мне нравится оформление. Она такая легкая. И вот тем из вас, кто реально нуждается в таком настоящем мате, могу ее рекомендовать. Ну а теперь давайте, наконец-то, попробуем это чудо. И эта пудра у меня в оттенке 02. Она вообще не пылит. Класс! Ух ты! Да ее вообще не видно на лице. Есть небольшой аромат. Кстати, кисточка у меня тоже бюджетная. Я покупала ее на Алиэкспресс. Это целый набор для лица. Там есть отдельно для макияжа глаз. Тоже поделюсь с вами ссылкой. Они очень хорошие. Это просто фиксирующая пудра. Она матирует, она скрывает поры. Она не перегружает кожу. И лицо все еще смотрится натуральным. Обалдеть! Бронзер на выбор от Catrice и Debalm. Вот это просто супер горячая новинка. Я на днях схватила ее в магазине. И я люблю такие сияющие бронзеры. И в принципе, вот этим я уже давненько пользуюсь. Он имеет красивый оттенок и он мне заменяет и румяна, и бронзер, и скульптор, и хайлайтер. Просто такое красивое, свежее, отдохнувшее лицо с вот этой штучкой. А бронзер от Catrice обещает сияние. И я даже буду пробовать наносить эти оттенки в качестве теней. Здесь очень приятные цвета. Как бы так равномерно все это смешать. Ну, это такой бронзер и румяна два в одном. Наверное, даже больше румяна, чем бронзер. Поэтому нанесу повыше. А вот на сводче получается что-то такое холодно-коричневое. Интересно. Ну, я за универсальное средство взять что-то одно, намазаться и побежать. Сияние очень красивое. Я буду таким пользоваться, ну, наверное, в более умеренном количестве. Карандаш для бровей от Rimmel и Maybelline. Я очень боялась, что вы выберете его. Он настолько большой, что я без понятия, как бы я красила свои тоненькие брови. Наверное, я потренируюсь сделать это за кадром, потому что оттенок мне очень нравится. Для блондиночек. 0,1 Light. Для таких, как я, написано крупным шрифтом. Ну, ладно. И, кстати, это помада, которая должна фиксировать и заполнять брови. Ладно, в следующий раз. И вот такой карандашик от Maybelline. Он у меня уже был, только в слишком темном оттенке, и я особо не смогла им пользоваться. С одной стороны здесь пудра для бровей. У меня оттенок, которого раньше, кстати, не было. Это Light Blonde. И со второй стороны вот такой толстенький карандаш. Он прям очень светлый и довольно жесткий. Если вам нравятся карандаши на восковой основе, такие мягкие, которые хорошо и быстро все прокрашивают, для кого-то это чересчур, ну, каждому свое. Ну, вот этот жесткий, имейте в виду. С чего я должна начать? С нанесения карандаша, а потом якобы я должна пройтись пудрой. Ну, давайте следовать инструкции. Моя камера очень любит делать мои волосы и брови с каким-то таким рыжеватым оттенком. Если в жизни этого нет, я вам обязательно об этом скажу. Но меня это прям жутко раздражает. И вчера мы мудрились с настройками, чтобы немножко это исправить. Я надеюсь, что ракурс у меня нормальный, а не как обычно. Ну, хотя, зная себя, я и так уже уверена в том, что он абсолютно дурацкий, как обычно. Так, этот карандаш имеет рыжину, но она не всем идет. И мне, по ходу дела, тоже не особо. Ладно. Сегодня я буду с такими бровями. Но сам карандаш по жесткости мне нравится. И вот если бы он был чуть похолоднее... Девочки, у кого оттенки потемнее, расскажите нам, пожалуйста. Стоит смотреть на те, которые в других цветах? Ой-ой-ой. Может, припудру и станет лучше? Ну, такое. Мне нравится текстура, но мне не нравится цвет. О май гад. Так, я на вас обиделась. Это же вы мне такое выбрали. А с бровями хотите мне? Ладно, давайте забудем о бровях и продолжаем. И самое интересное, это тени. У меня есть вот такие палетки от Rimmel и однушки от Luxe Visage. И вы мне писали, что когда они появились на Makeup.ua, их тут же раскупили. Буквально за несколько часов смели все. А мне как-то даже больше интересно попробовать вот такую базовую палетку от Rimmel. И я вам отомщу в кавычках за вот эти брови. Я, конечно же, сейчас шучу. Я не хочу никого обидеть. Но так как здесь сияющие тени, то матовые я возьму из какой-то базовой палетки Rimmel. А сияющие мы попробуем отсюда. Вы знаете, у меня тут есть не только светлые оттенки вот этих тенюшек от Luxe Visage, но также насыщенные, которые идеально подойдут под мои ногти, под кардиган. Но это не случайность, ладно. Я специально так нарядилась, но ногти у меня были сделаны заранее. Вот и румяновыми также подобрали. Классные. Смотрите, какой цвет. Вау. Да? И вот еще один. Очень-очень и очень. Я возьму матовый и бежевый из первой палитры. Это Rimmel, еще раз напомню. И нанесу на все веко. И я сегодня не использую базу. Посмотрим, что из этого получится. Растушевочной кисточкой возьму матовый. Очень хороший оттенок, между прочим. Он и не серый, и не какой-то рыжий. И прорисовываю складочку. Ух ты. Сегодня у меня прям какой-то бюджетный шок. Он очень светленький, но хорошо растушевывается и не пятнет. Без базы, да? Этот же цвет на нижнее веко. Углубляю темно-коричневым. Видите, да? Ну, это не суперпигментация, но можно наслаивать. И они создают красивую дымку. Я думаю, что большинству как раз это и надо. Ну, вот так получается с третьего раза. Конечно, можно сразу больше нанести, но я просто первый раз пользуюсь этими тенями, и я не знаю, чего от них ожидать. Ну, мне не нравится, когда тени прям суперпигментированы. Мне потом сложно их тушевать, они часто остаются на одном месте, как бы прилипают, и потом, ну, такое пятно на веки, и на этом все. А текстура теней очень приятная. Это не самый темный оттенок из палитры, но как для коричневого матового, ну, я не знаю, мне кажется, вполне нормально. По-моему, мак тоже не отличается какой-то сумасшедшей пигментацией, и многие их любят. Да, кто-то говорит, что они недостаточно пигментированы, но для меня окей. И если бы вот эти тени положили в коробочку от мак, я бы, наверное, не заметила. Цвета очень носибельные. Слушайте, мне хочется как-то больше попробовать эту палитру. Прямо обязательно буду пробовать дальше, здесь нет черного матового, мне без разницы, но если для вас это имеет значение, то учитывайте. И вот черный, если он мне сегодня понадобится, я возьму из вот этой палитры, которая называется Smoky. Знаете, чем они вдохновлялись? Я думаю, что каждая из вас догадалась. Ну, теперь давайте посмотрим, что из себя представляют тени Люкс Визаж. Очень интересно. Сначала возьму оттенок 3. Такие тени лучше всего передают пигмент, когда вы наносите их пальцами. Поэтому буду делать именно так. Или давайте все-таки попробуем кистью. Нет. Кистью нет. Я же вам говорила, они как прессованные пигменты, но пигментация у них... Угу. Теперь возьму тон 2. Очень красивый бронзовый. Он не рыжий, он не серый, и в упаковке это нечто. Пальцы. Они хорошо смешиваются между собой, даже при помощи пальцев. И у меня, конечно, суховатая века. Мне нужна какая-то уложняющая база, для того, чтобы они смотрелись еще красивее. Ну, чтобы текстура не видна была старость. Здравствуй, старость. Я шучу, а вот пигментация, как видите, не шуточная. И последний оттенок, номер 12. Не подведи меня. Ммм... Он уже не так хорошо передается. Я думаю, вы и сами видите. О, нет. Нет-нет. Ну почему? Меня ничто не остановит. Я хочу выжать из него максимум. Поэтому беру вот такую плоскую синтетическую кисть. Уложняющий спрей. Это Golden Rose. Тоже люблю его. Попробуем еще так. Да, так лучше. Но не сказать, что вау. Ну... Еще добавила коричневого матового, чтобы у меня не были такими яркими глаза. Я себе представляла этот оттенок несколько иначе. Но в целом, если вы просто хотите поиграться с макияжем, и вам хочется попробовать какие-то яркие оттенки, и при этом особо не потратиться, то почему бы нет? Только учитывайте, что нужно наносить вот таким влажным способом. Я даже не знаю, что скажете. Не захотели вы смотреть туш-люкс-визаж, поэтому буду краситься вот такой жалюзи. Вы выбрали именно ее. Это Vivienne Sabo. Она у меня уже была. Она делает супер объемные, очень такие длинные ресницы, массивные. И здесь специфическая щеточка. Но даже не щеточка, я не знаю, как это назвать. Ну, силиконовое нечто. Крашу. Она совсем новая. Ну, я как обычно. Угу. 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 У меня сегодня прям какие-то супер смешанные чувства по поводу моего макияжа. Мне кажется, что зачастую он выглядит гораздо лучше. Ну, а бровях я вообще молчу. Ну, давайте продолжим, ведь не всегда же тестировать все самое лучшее. Бывает и такое. И румяна. Девочки, вы выбрали румяна от Catrice. Это также новинка. Ранее я не видела их, ну, в этом стенде Catrice. Поэтому купила. Мне стало интересно. Там был очень красивый такой ягодный оттенок. Но, так как я знала, какие тени у меня и всякое такое, я была уверена, что вы выберете люкс визаж. И это было бы слишком. Вот, поэтому я взяла более спокойный оттенок на мерке 0,20. Они должны быть очень стойкими. И, по-моему, это сатиновые румяна. А вторые на выбор у нас были от Rimmel. И у них очень красивый оттенок, который еще нужно поискать. Это такая чайная роза. Причем это такая настоящая сухая роза. И он тоже сатиновый. Я обязательно буду им пользоваться. 0,10. Но возьмем вот этот. Вы хотели. Давайте добьем этот макияж. Наношу на яблочки. Я взяла прям минимальное количество. Я и так сегодня цветная. Помаду от Rimmel знаю. Пользуюсь. Люблю. У них есть свои минусы. О которых я рассказывала в бюджетных фаворитах. А вот это новинка от Vivienne Sabo. У меня есть довольно много оттенков. Я покажу вам сводчи. Мне кажется, что сегодня мне больше всего подойдет или 30-й, или 31-й. Но 30-й, скорее всего, будет слишком холодным лично для меня. Хотя... Хотя... И вот 31-й, он такой чуть ярче, но они застывают. Приятный такой ванильный запах. И... Ну, давайте рискнем. Нанесем 30-ю. Формула как жидкое суфле. Очень тоненькое. Девочки, я вернулась. Я, честно, пыталась успокоить свои волосы, но они сейчас живут своей жизнью. И что касается макияжа, то мне кажется, что бывало гораздо лучше, даже при использовании недорогой косметики. Мне очень нравится тональное средство. Возможно, в камере оно не выглядит безупречно. Но для реальной жизни, вы знаете, это самое то, потому что я чувствую, как моя кожа дышит. Я вообще ощущаю ее, как будто на ней просто есть какой-то легкий крем. Пудра шикарная. Она невесомая. Она также не ощущается на лице. И хорошо фиксирует макияж. Для меня, наверное, это слишком матовый эффект. Но большинство девушек как раз этого и добивается. Дальше тени. Я обязательно буду пользоваться палеткой от Rimmel. Мне понравились матовые оттенки. Буду пробовать подружиться с остальными. Люкс визаж. Ну, сложно сказать. Так как светлые оттенки имеют хорошую пигментацию. Они без проблем наносятся. Яркие. Но у меня есть один. Ну, точнее, у меня есть больше. Но сегодня я использовала только один. И, честно говоря, я им больше пользоваться не буду. Мне очень понравился бронзер от Catrice. Румяна тоже остаются в моей косметичке. Тушь подсохнет и будет давать еще более красивый эффект. Карандаш для бровей сжечь. Приятная формула помад. Ну, вот этих Vivienne Sabo. Мне они даже больше нравятся, чем Rimmel. Если так уж совсем откровенно. И хочется верить в то, что она будет стойкой. Прекрасный оттенок. Она легкая, нелипкая. Она не слишком сушит губы. И я буду пробовать остальные цвета, которые мне прислали. Здорово, что сегодня получилось такое видео. И, девчонки, если вы за такие ролики. С удачной и, возможно, не совсем удачной косметикой. Потому что мне даже сложно предвидеть, что у меня получится. Ой, выпал спонж. То не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. И, господи, боже мой. Брови, волосы. Оля, спокойствие. Только спокойствие. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Девочки, я обычно так не делаю. Но я решила включить камеру спустя 8 часов. С момента нанесения макияжа. Мы долго гуляли. Я много ходила. Я обнималась с мальчишками. Я много разговаривала по телефону. Так получилось. И мне настолько нравится, как выглядит мое лицо с тональным кремом. Еще раз повторюсь, что я даже больше говорю о реальной жизни. Потому что камера иногда показывает то, чего нет. Сглаживает какие-то недостатки. Но тон меня просто, не знаю, сразил, покорил. И у меня вообще ничего не скаталось вот здесь в носогубках. У меня не подчеркнуты вот эти вот мимические морщинки. Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю, да. Лицу настолько комфортно. И, ну, вот сияние, оно до сих пор есть. Все прекрасно выглядит. Я стерла помаду и сейчас пробую другую. Помада тоже была суперкомфортная. Тени на мне без базы. На увлажняющем консилере. И, да, они стали менее яркими, что лично мне еще больше нравится. Потому что для меня это был слишком такой сияющий нарядный макияж. Но, в целом, мне захотелось с вами поделиться. Потому что все то, что я сказала ранее, все актуально. И даже некоторые моменты, такие как вот средства для лица, меня еще больше порадовали. И я снимаю на другую камеру при обычном освещении, при обычной лампе. Жалко, что у нас уже вечер. Я не могу показать вам всю эту красоту при дневном освещении. Но вы должны мне поверить на слово, что, да, некоторые средства из этого видео заслуживают вашего внимания. И обязательно, обязательно попробуйте помады Vivienne Sabo, так как они комфортные. Они тоже практически не ощущаются на губах. Ну, то есть, так как я тестировала помаду и постоянно прислушивалась к своим ощущениям, то, ну, как-то больше обращала на это внимание. Но это та матовая помада, которой можно накрасить губы и вообще забыть о ней. Все, теперь я побежала к малышам. Да, всем хорошего вечера, не знаю, утра, когда вы там будете смотреть это видео. Пока-пока, до новых встреч совсем скоро.